И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Очередной ТОП-10 суперкрутейших игроков нашего рейтинга берет свое начало, поэтому прямо-таки сейчас не забывайте поставить палец вверх и, конечно же, подписаться на канал. Как только на данном ролике у нас наберется 150 лайков, мы сразу же запишем новую часть ТОПа именно-таки по рейтингам. Ну а сегодня наш ТОП будет связан с достижениями. Я нашел 10 игроков, конечно же, с этим мне уже помог всеми привычный и всеми известный нагибатор рейтингов, а именно-таки Хаммер. Безусловно, я ему могу сказать огромное спасибо за то, что он помогает в нахождении именно-таки данных игроков. И сегодня у нас будет именно-таки ТОП состоять из 10 игроков, которые по достижениям занимают первые позиции у нас в игре. Кто, наверное, занимает первую позицию, если вы шарите вообще рейтинги и разбираетесь в них и знаете, кто именно-таки пытается набрать как можно больше именно-таки данных достижений, то вы должны понимать, кто уже там будет. Ну а в общем и целом я могу сказать, что из 10 игроков, которые у нас сегодня будет, именно-таки 9 игроков всеми известные киберкатлетки какие-то. Кто-то киберкатлета, кто-то просто какой-то задротонагибатор. Ну, в общем, я этих 9 игроков знаю. Одного игрока не знаю, не знаю, кто это такой. Поэтому сегодня посмотрим на его какие-то определённые нагибаторские достижения. Ну а открывает наш топчик, игрок с ником King of TP, именно-таки Тёмок, которого вы должны знать, которые бывают, встречаются у нас именно-таки на стримах. У него 146 достижений из 184, именно-таки столько достижений у нас имеется максимально в игре. И он заслуженно сегодня занимает 10-ю позицию. При этом он мог бы даже попасть в какие-то другие определённые интересные рубрики, именно-таки топы по рейтингам. Но сегодня он занимает только всего лишь 10-ю позицию, но попадает в наш топ. Девятую строчку занимает игрок с ником Крот за рулём. Данный игрок последнее время играет, наверное-таки, не так много, как это было раньше. Раньше данный игрок проводил огромное количество времени в режимах ЦП, во всяких различных полигончиках, будь-то именно-таки ХРВР, будь-то какой-то большой марафон. И именно-таки, я думаю, за счёт этого данный игрок набрал такое большое количество достижений. Именно-таки 148 достижений у него имеется в игре. И именно-таки он сегодня занимает у нас девятую строчку. На восьмом месте игрок для меня вообще безызвестный. Если вы знаете данного игрока, если вы знаете, кто это такой, это РВВ1974. Если вы его знаете, отпишите, пожалуйста, по этому поводу в комментарии. Расскажите мне вообще, кто это такой, потому что для меня это вообще неизвестный игрок. И то есть, если я всех последующих и предыдущих игроков знаю, и я даже, ну, не буду даже рассказывать там особо про них, поэтому как бы, то здесь я вообще ничего не знаю. То есть, условно говоря, я сейчас открываю профиль, я вижу здесь набито 9 миллионов на контроле точек, и в демке набито 5 миллионов. Значит, данный игрок любит играть как в соло, так и в каких-то, наверное, таки марафонах на ЦПшке. В настоящее время постоянно играет, и за неделю набивать по 300 тысяч кристаллов, это значит, что он довольно-таки много времени сейчас проводит именно-таки в игре. Именно-таки данный игрок занимает у нас сегодня восьмое место. Седьмое место занимает игрок с ником Don't Panic. Небезызвестный игрок. Раньше данный игрок был участником коллектива, можно так сказать, и участником различных нагибаторских турниров под станом именно-таки вавилонов. Ну, а сегодня данный игрок попадает в наш рейтинг по достижениям с отметкой в 153 достижений. И, к слову, ребят, почему же так много киберспортсменов и всех игроков, которых мы так знаем, попадает в такую рубрику и вообще в такой именно-таки топ? С чем же это связано? Безусловно, данные достижения в большей части, ну, наверное, даже не то, что в большей части, а то, что есть определенные достижения, которые могут достигнуть только именно такие игроки с призовыми красками. То есть, условно говоря, есть такие достижения, как спортсмен, когда вот есть киберкатлетная красочка, есть определенные еще краски в роли чемпиона, ветерана, и, по сути, это дает определенный буст тем игрокам, которые имеют данные достижения. Ну, и поэтому я думаю, что именно-таки из-за этого данные игроки по большей части сегодня у нас попадают в данный топчик наших нагибаторских рейтингов. Дон Паник занимает всего лишь-таки, всего лишь-таки, седьмое место, я думал, что у него удастся сегодня подняться как можно выше, все же я знаю, насколько много времени раньше игрок данные уделял, время игры, и, к слову, именно-таки данный игрок занимал первое место по количеству опыта вообще в игре. Сейчас он явно сбавил обороты, не так много играет в нашу игру, и уже не так эффективен в плане рейтингового баланса. Шестое место занимает небезызвестный Immortal Hero Dove, который, к слову, в предыдущей части нашего топа, нашего рейтинга, попадал именно-таки в наш топ, и, если не ошибаюсь, он там даже занял какое-то четвертое или пятое место, то есть, если вам интересен данный топ, ссылочку я на него, конечно же, оставлю в описании, поэтому там тоже можете данного игрока увидеть, ну а сегодня он занимает у нас, получается, шестое место, шестое место в топе по достижениям с отметкой в 154 достижения, довольно-таки неплохая отметка у него. Сегодня получается, я даже не знаю больше, что можно рассказать про данного нагибатора, играет в последнее время довольно-таки много, бывают у него промежутки, когда он не уделяет время игры, ну а бывает довольно-таки успешно поднимается вообще по топу, по рейтингу, по каким-то кристальным значениям, по значениям опыта, и поэтому для меня вообще неудивительно, что данный игрок у нас попадает сегодня в данный топ. На пятом месте у нас сегодня появляется игрок с ником Шаман, небезызвестный игрок именно-таки Кабанов, и определенно игрок, который уделяет большое время именно-таки режиму ЦП, по большей части сейчас даже в какой-то степени встречается в полигонах ЦП в формате именно-таки ХРВР. У данного игрока имеется 156 достижений, именно-таки он занимает сегодня четвертую позицию именно-таки в нашем топе. Третью позицию сегодняшнего топа занимает игрок с ником Марикос, 157 достижений у данного игрока у нас имеется, а это значит, что еще один игрок Вавилонов попадает в наш любимейший топ по достижениям, и я думаю, что это довольно-таки неплохой результат для него, 157 достижений, все же круче бывает очень мало у кого, и сейчас мы как раз-таки узнаем, кто оказался круче него, я бы не сказал, что данный игрок много времени уделяет игре, но имеются определенного рода такие достижения, которых не может, например, получить тот же Борис, либо же Шаман, и это дает право игроку подняться выше многих игроков, и если он постарается и будет вообще акцентировать свое внимание именно-таки на данном факторе, то в дальнейшем, возможно-таки, у него даже получится обогнать того же Бориса, либо же того же даже Аветис Мергеляна, который, к слову, сегодня занимает второе место с количеством 158 достижений, и это явно не предел для данного игрока, я знаю, насколько много времени он играет, ну, хотя, судя по рейтингу, этого нельзя сказать, так как сейчас он участвует в суперинтереснейшем турнире Master of the Sword, поэтому, как бы, я не удивлен, что сейчас именно-таки у него так мало по значениям набито опыта и кристаллов, но, что касаемо достижений, 158 достижений. Да, я знаю Аветиса с той точки зрения, то, что даже ему в какой-то степени интересно было получать новые достижения, и я думаю, что до сих пор он туда смотрит и приценивается, может, хочет заработать какие-то новые, и уже совсем даже скоро у данного игрока будет сотая легенда, всего лишь у него осталось буквально две легенды, но если не считать данную, так как у него до следующей легенды там всего лишь 23 тысячи, я думаю, для него это не так будет сложно. Второе место, Аветис Мергелян, безусловно, я его поздравляю, безусловно, все мы его знаем, такой вот нагибатор у нас сегодня занимает второе место. Ну а на первом месте у нас остается и продолжает свое шествие самый безумный, реально безумный игрок Танков Онлайн. Я больше не могу вообще ничего сказать и что-то сказать против вообще данного игрока. Сколько он играет, сколько он уделяет времени всему этому набитию, и я вообще не удивлен. Вот серьезно, я не удивлен, что у данного игрока сейчас имеется 166 достижений, и если бы он бы еще бы участвовал в каких-то различных турнирах, получал бы краски, вы просто представьте, у него бы сейчас было бы уже где-то 170 достижений, и до завершения всего этого ему бы не хватало всего лишь 14, 14 достижений. Сейчас ему требуется 18, 18 достижений, чтобы закончить и пройти полностью данную игру. 155-я легенда. Это Борис. И это первое место сегодняшнего топа. Вот такой вот ролик у нас сегодня получился. Если вам понравилось, то обязательно поставьте палец вверх, если вы еще его не поставили. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые ролики. Но у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok